ПАНАСОНИК Привет-привет, меня зовут Сергей Ульянов, и я рад приветствовать тебя в своей вселенной. Конечно же, рад приветствовать, если ты сюда пришел или пришла с благими намерениями и хорошим позитивным настроением, и готов, в общем, делиться с тобой позитивным и приятными моментами, если ты ко мне настроен или настроен не точно так же. Сразу сделаю несколько вводных слов, этот выпуск у нас касается ID-карты, про это можно прочитать, да, было в заголовке, и поэтому наверняка ты нажал или нажал на ссылку, но так как мы с тобой наверняка на 90% незнакомы, и для тебя это будет видео первое на моем канале, хочу сделать несколько вводных слов. Это мой личный блог, мое пространство, поэтому я веду его так, как мне комфортно и удобно, веду его в разговорном формате, да, в формате блога, то есть здесь не будет каких-то, это не будет короткое видео, в котором там будут плюсы и минусы ID-карты, каких-то кратких перечислений с краткими фактами. Я буду рассказывать историю тебе, как своему другу или своей подруге, и буду делать это искренне, не стесняясь каких-то таких подробностей, про которые вот, да, когда обычно открывают там какие-то подобного рода новые документы, всегда это как-то преподносится, мол, да, я вот открыл ID-карту, а ты нет. Здесь я буду все рассказывать по-честному, и для меня очень важно сохранять такой формат, потому что это моя философия жизни. Соответственно, если вдруг тебе это не близко, непонятно, ты хочешь другой структурированной информации, у тебя всегда есть возможность нажать крестик, да, а если все понравится, всегда есть возможность нажать подписаться и нажать на лайк, оставить комменты, в общем, может быть, даже стать друзьями впоследствии. Поэтому сразу вот такие вот. Еще, я не монтирую видео, записываю их одним скопом, у меня очень мало свободного времени, поэтому я снимаю это с одного дубля, у меня могут быть здесь отрыжки, я вот на прошлом, там, позапрошлом видео у меня там что-то, я очень сильно вспотел, и у меня там были огромные круги под мышками, которые было видно. Это все жизнь, настоящая жизнь, я живой человек со своей физиологией, со своими особенностями, и если тебе важна информация, о которой я хочу сказать, какие выводы, ну, что тебе сказать, ну, блин, твой выбор, да, смотреть, слушать, выбирать меня в качестве того человека, который с тобой поделится или другого. На сегодняшний день я посмотрел, что видео про ID-карты, каких-то обзоров нет, поэтому у меня есть такой небольшой карт-бланш, да, и я могу, в общем, здесь устанавливать свои правила. Чуть-чуть, несколько вводных перед тем, как начинать рассказывать, я повторюсь, это мой блог, здесь я буду рассказывать обо всех событиях и обо всей информации, которую я несу, в контексте своей собственной жизни, чтобы делать какие-то выводы, все мы люди, все мы периодически открываем документы, и даже если тебе, ты живешь не в Белоруссии, тебе не нужна ID-карта, да, или у тебя нет необходимости ее открыть, да, или ты, в общем, в другой стране хочешь открыть ID-карту, то тебе, и тебе это видео никаким образом не поможет. Вот моя, как раз-таки, задача в этом видео не просто рассказать про какую-то узкоспециализированную, сделать узкоспециализированное видео, здесь моя задача рассказать о каких-то жизненных ситуациях и о том, как мы периодически в них попадаем и как принимаем решения, в общем, как негативно, позитивно, продуктивно, и как вот эти вот все документационные моменты влияют на нас, и об этом, собственно, будет мое видео с моими примерами жизни, с комментариями и так далее. И здесь вот будет важна вводная часть, рассказать о том, что последнюю неделю я живу в режиме спать 3 часа, и в неделю я постоянно, у меня какие-то, я меняю работу, у меня там каждый день по несколько собеседований, и помимо собеседований я веду еще человеческую жизнь, у меня есть, там, мне нужно там есть, питаться, у меня есть в том числе и этот видеоблог, и вот если сейчас ты слышишь какой-то шум, то это шум ноутбука, который сейчас конвертирует другое видео. Я, наверное, все-таки его уберу сейчас, этот ноутбук, чтобы все-таки звук не портился, но мне этот ноутбук понадобится, чтобы подглядывать периодически какую-то информацию о терминах, о которых я буду говорить, да, поэтому такие дела. В общем, очень загонная, тяжелая, колоссально тяжелая неделя, и при всем при этом вот эти вот все вопросы, о которых я сейчас коснусь, оказали невероятное влияние. Во-первых, с чего начну? В Беларуси появилась Эдикарта. Я не буду тут сейчас цитировать для чего, к чему, от чего. Сильно глубоко не вникал в эту историю. Почему? Потому что я отношусь к этому как к документу, да. Это как то, что тебе понадобится в любом случае, хочешь ты того или нет, ты будешь этим пользоваться, и здесь можно читать очень подробное описание, для чего это вносится, к кем, как. Так, ну, это точно так же, как когда-то был новый интерфейс ВКонтакте, да, который никто не хотел принимать, да, все говорили, что за говно, что вы сделали, зачем, верните старую стену, вот это все. И когда, я не знаю, видел ты или видел ли, когда пару лет назад на 1 апреля ВКонтакте вернули свой старый интерфейс, ну, там, на один, ну, то есть, когда ты заходишь только на сайт, потом ты кликаешь закрыть и возвращаешься к своему интерфейсу. То есть, вернули свой старый интерфейс, и ты просто сидишь в таком вахуе от того, что, и мы просили, чтобы это осталось, ну, это же так неудобно, и такие мелкие буквы, вот это вот все, да, и там была такая же подпись, ну, что, ты все еще хочешь там, типа, вернуть себе старый интерфейс, да, ну, какая-то такая история. Вот то же самое и про паспорт. Я понимаю, что документ, который выпускается новый, конечно же, он, чем раньше я его получу, тем лучше, потому что это будет, во-первых, вне зависимости от того, как сложится моя жизнь, мне всегда интересны инновации, вот, и, скажем, я не отношусь к тем людям, которые всю жизнь отрицают, там, я не знаю, два года отрицают ТикТок, говорят, что там сидят дегенераты, а потом устанавливает его себе и сидит, как и все, потому что это уже стало нормой какой-то жизни. У меня таких людей огромное количество, и мне очень всегда весело за этим наблюдать, как сначала все говорят о том, как, какой дегенерат и какой дебилизм. Дебилизм, я думаю, а какая разница, вот, когда появился ВКонтакте, мы сидели, смотрели всякие смешные, приколешные видосики ВКонтакте, или когда появился Ютуб, тоже мы сидели и смотрели, там, обзоры плюс 100-500, и, там, Ивана из Усачева и всех прочих, и никто же не говорил, что мы, что это для дебилов, да, а вот когда появился ТикТок, почему-то сразу для дебилов, да, и поэтому, когда появился ТикТок, я одним из первых, там, зарегистрировался, и точно так же решил сделать это с ID-паспортом. Да, но, конечно же, я понимал риски, я понимал риски. Во-первых, тут какая-то, во-первых, пошла история, я сразу какие-то вот эти тему подниму, того, что многие люди переживают, что благодаря ID-карте за тобой следят, вот, и, мол, сейчас такие времена, когда тут надо свою, вот эту приватность своей жизни как-то защищать. Я уж не знаю, конечно, как ты к этому относишься, но я сейчас говорю за себя, камон, какая вообще, какая приватность жизни. Мы носим с собой круглосуточные телефоны, сливаем туда постоянно свои геолокации, постоянно сами постим что-то везде, отмечаемся в миллиарде приложений мы зарегистрированы, которые постоянно, круглосуточно. Мы там где-то не заметили, нажали эту галочку, предоставлять данные там свои, не заметили, не нажали. Постоянно мы сливаем куда-то нашу информацию о себе. Даже если ты думаешь, что там вот в почте у тебя написано имя и фамилия, Google уже, там, если у тебя Google почта, там, или, я не знаю, Яндекс, везде эта информация, ну, то есть, эта информация пол, твой возраст, все это таргетируется на ту рекламу, которую ты видишь в том же YouTube. Ты думаешь, что просто так ее видишь, да? Ты всю эту информацию предоставил сам, и, более того, я считаю, что в этом нет ничего плохого. Во-первых, я немножечко фаталист, мне скрывать нечего. Если есть определенные, там, скажем, нормы, нормы законодательства, которые, там, говорят о том, что, не знаю, я даже не знаю, какой пример привести. Ну, то есть, я живу открытую, свободную жизнь. Да, я не идеальный человек, да, я, не знаю, там, занимаюсь мастурбацией, я не знаю, да, я, там, не знаю, пукаю, я не знаю, но я не нарушаю закон. Я, да, да, мне, конечно, не хотелось бы, там, да, какие-то, там, оказаться на месте, там, не знаю, того же, кто там, Дюба, да, выкладывал, точнее, слили эти видосы. Конечно, не хотелось бы, да, но по большому счету он тоже ничего незаконного не сделал, если уж на то пошло, да, человек просто проводил время так, как ему хотелось, блядь, кто, никто не мастурбирует. Сори, что в видео про ID-карту мы ушли на эту тему, но это касается персональных данных, персональной информации, да, и мне кажется, это то же самое все. Никто не застрахован от того, что твои личные данные будут слиты куда-то. Все самые защищенные мессенджеры, все самые защищенные, в общем, базы постоянно взламываются, постоянно происходят эти утечки. А одной такой утечки достаточно для того, чтобы на всю жизнь себя, ну, стать открытым для подобного рода всякой информационной атаки со всех сторон. И, в общем, я понимаю, что, ну, будут отслеживать, где я хожу. Ну, даже если, я не совсем понимаю, как ID-карта может отслеживать, где я хожу. Хорошо, в ней там есть чип, это прекрасно. Все мы смотрели фильмы, там, про Джеймса Бонда, это прекрасно, конечно. Ну, господи, ну, хорошо, ну, хожу я, да. Скажем, если кто-то переживает, там, относительно каких-то вот этой политической обстановки в стране, там, то, не знаю, опять-таки повторюсь, я достаточно фатальный в этом плане человек. Если кто-то захочет тебя за что-то привлечь, да, там, вне зависимости от того, был ты участником событий или не был, тебя всегда привлекут. Вне зависимости от того, был ты дома, есть ли у тебя 500 доказательств или нет. Ну, на сегодняшний день это факт, и надо это понимать, поэтому... И в то же самое время, даже будучи участником всех событий, тебе всегда может повезти, и именно твоя жизнь может остаться, там, не... В общем, ты можешь остаться, там, да, в комфорте, вне зависимости от того, попал ты в какую-то передрягу или нет, да. Это все, это все часто такие какие-то забавные стечения обстоятельств и такие события, поэтому хочется сказать, что я не боюсь предоставлять свои данные. Вот моя жизнь, смотрите. Поэтому я думаю, что те, кто смотрит мой блог, знают прекрасно о том, что я совершенно не стесняюсь рассказывать какую-то о себе весьма личную информацию и считаю, что чем меньше мы будем... Я буду за себя говорить, чем меньше я... Да и я хотел бы вокруг себя таких людей видеть. Чем меньше у нас вот этих понтов дешевых, каких-то вот какого-то непонятного пиздежа, какой-то вот постоянной неправды, тем больше мы сами мешаем себе жить. Да, конечно, периодически приходится, там, не знаю, кто-то по необходимости может нуждаться в какой-то информации, в какой-то лайфхаке, в какой-то лазейке, абсолютно легальной, я имею в виду, в законе воспользоваться. Ну, собственно, на этом все адвокаты, собственно, это и зарабатывают всю свою жизнь. И поэтому на том, что находят лазейки разные в законе. И поэтому, ну, в общем, перейдем к самой теме. Я решил открыть себе ID-карту, я пошел на это сознательно. Да, я осознавал, что наверняка в нашей стране еще не все готово к переходу к этой системе, что наверняка я, как человек, который сделает это одним из первых, столкнется с огромным количеством проблем. Но, честно скажу, я не буду сейчас говорить, я надеялся, что этого не будет. Я все-таки человек, который пожил уже на свете какое-то количество лет и знает, что, ну, если ты идешь в первых рядах в любом проекте, то ты первый набиваешь себе шишки. Это нормально. Это так строится, так строится наша жизнь. И каждый сам для себя выбирает, чего он хочет. Получить новый опыт и стать каким-то там, да, в определенном смысле слова таким возглавить, да, вот это движение там технорей, которые там, да, любят и хотят и интересуются, да, самыми-самыми трендовыми вещами. Ну, или для тебя это не принципиально, и пускай там они там сначала понабивают этих своих шишек, а я потом уже, когда это все исправится, я к этому приду. Каждый здесь сам выбирает для себя свой путь. Я решил, что мне очень хочется прямо сейчас, я узнал ID-карты, по-моему, с 1 сентября или с какого-то сентября 2021 года запустились, и уже 28 сентября я выпустил свою карту. Я сейчас расскажу о том, как это происходило. Это очень веселый, конечно, экспириенс в моей жизни, потому что, ну, да, значит, отдел по гражданству и миграции, это всегда, ну, да, ты уже, идя туда, ты уже ждешь каких-то событий, да, и, но, скажем, с точки зрения вот какой-то, вот какого-то такого вот прям негатива-негатива этого не было, было очень много разных забавных историй, скажем так, что когда ты приходишь, я помню, что я пришел на тот момент еще в электронной очереди, даже не было еще пункта такого биометрический паспорт. Значит, да, я кратко расскажу, что такое, собственно, ID-карта. ID-карта – это такой маленький пластик. Да что я хожу, в смысле, да что я говорю сейчас, все покажу. Да, это, что-то тут, я не знаю, надо что-то закрыть, наверное, да, чтобы моя личная информация не просочилась в сеть. Причем, это такая вот карточка, и маленькая совершенно, да, и с двух сторон она. Здесь есть фотка моя, да, и вся информация. Здесь чего нет, здесь уже нет адреса регистрации, нет статуса там женат, или вот это вот все. Чего еще здесь, ну, и да, код здесь, здесь уже нет вот этого, кем выдан, здесь есть код подразделения, то есть у него есть свой номер, и все. То есть здесь есть только пол, имя, фамилия, отчество на английском языке, отчество только на белорусском и русском, личный номер, я говорил пол, да, значит, страна, дата выдачи и номер карты. С обратной стороны QR-код, который не совсем непонятно для чего нужен, он просто в браузер, в стройку поисковую дублирует вот эту всю выше озвученную информацию, то есть он не везет ни на какие-нибудь госуслуги, ни на какой-то другой портал, ну, такая, не совсем непонятно для чего, для чего этот QR-код здесь нужен, ну, окей. И здесь есть чип, чип, да, насколько я понимаю, этот чип, как прям, да, как на банковской карте, ты можешь им пользоваться при необходимости, подносить к каким-то вот этим считывателям в каких-то там городских, негородских, в общем, там, всяких, я не знаю, где стоят эти считыватели, в общем, и они, и благодаря им там можно делать какие-то выписки о том, что если куда-то, где-то нужна будет информация о том, женат ты или не женат, или еще что-то там, какой у тебя адрес регистрации, ты можешь подойти к этому считывателю и там сделать эту выписку и предоставить по месту требования. И вместе с ним, но это не обязательно, выдается еще, ну, ты оформляешь себе биометрический паспорт, биометрический паспорт похож на, сейчас у меня его нет, как раз-таки он находится на виде, и с этим связана вот моя сегодняшняя тема видео, биометрический паспорт находится на визе, и, ну, он очень похож на предыдущий, но в нем только одна страница, она сделана пластиком, вот, похоже очень на вот эту вот, на эту информацию, которая здесь есть, тоже очень кратенько все, тоже номер, тоже фотка и все, и все остальное только страница самого паспорта, паспорт достаточно красивый, такой неплохой, приятно держать в руках, все вместе это стоило мне что-то порядка ста белорусских рублей, я сейчас, по-моему, не вру, или сто четырех, что-то такое, и то, и другое вместе. Да, значит, когда я пришел открывать этот паспорт, конечно, еще не было даже на табло электронной очереди такой кнопки, чтобы заказать эту биометрию, и мне пришлось там ходить куда-то, стучаться в разные двери, чтобы понять вообще, куда идти, и, значит, когда я начал стучаться в эти двери, мне говорят, ну, молодой человек, ну, видно же, ну, вот, написано, стрелочка ведет, вот туда идите, куда где стрелочка, а какая стрелочка, где они увидели эту стрелочку, в общем, я там как-то, в общем, всеми правдами и неправдами дошел до этого кабинета, в котором происходит оформление ID-карты, встретил там двух девушек, они мне говорят, идите, значит, оплачивайте сначала, а потом, а потом мы будем делать, приходите, там, да, не с чеками, да, я уж не помню, там можно было, касса была ли у них, чтобы это оплатить, по-моему, нет, нужно было, наверное, идти в кассу, либо можно было просканировать QR-код, у них там лежали на столе такие папочки, и в этих папочках нужно было найти QR-код, который позволяет тебе оплатить это с телефона, ну, вот, да, оплатить регистрацию карты и биометрического паспорта. Да, я еще не сказал о том, что биометрический паспорт, он заменяет собой, если кто-то не знает, в Беларуси всегда был только один паспорт, и страницы для виз находились в основном паспорте, то есть для того, чтобы пересекать границу, нужен только один паспорт гражданина Республики Беларусь. Вот, на сегодняшний день эти две функции разделены, есть ID-карта, это как твое водительское удостоверение, насколько я понимаю, что-то в этом роде, и только ее нужно с собой носить, и есть биометрический паспорт, без которого ты не сможешь выехать за границу, то есть вот в этом паспорте себе ставят визы, но носить его с собой не надо, он не несет никакой функции, ну, это мне так, по крайней мере, сказали, я сейчас еще не сталкивался пока за три месяца с тем, чтобы у меня кто-то его попросил, тем не менее, в общем, везде, там, если ты хочешь подавать визу, и самое интересное, что это достаточно было для меня неожиданно, что номер ID-карты и номер биометрического паспорта, они различаются, то есть для меня это все-таки в голове, это был все-таки как один документ, но, то есть, получается, при заявке на визу тебе нужно указывать, ну, то есть не как мне по привычке я указывал данные паспорта, в данном случае ID-карта, а нужно указывать информацию из своего биометрического паспорта, так как там другие, у него другой номер, то это, ну, в общем, тут важно этот момент не перепутать и иметь в виду. В общем, подхожу я, значит, к этим папочкам, чтобы оплатить, а там лежит этих папочек, ну, штуки 4, и на каждой странице, значит, один большой QR-код с двух сторон, и у каждого своя какая-то подпись, и ни хрена, вообще абсолютно непонятно, ну, то есть там миллиард каких-то, открытие ID-карты для что-то там, для несовершеннолетних, открытие карты для совершеннолетних, открытие там для тех, у кого льготы, у кого не льготы, ускоренные, не ускоренные, и на каждой странице, вот я сейчас вроде говорю все подряд, да, вроде бы все понятно, но когда ты оказываешься первый раз там, и ты еще плохо себе все на самом деле представляешь, что такое ID-карта, что такое биометрический паспорт, это вместе оплачивается или отдельно, это очень непонятно, а потом ты не можешь понять, если биометрический паспорт оплачивается отдельно, а ID-карта оплачивается отдельно, то почему там лежит не две папки, а четыре, потом впоследствии оказалось, если около этого стола находится не один человек, а два условно, но когда ты подходишь туда в первый раз, это все нереально сложно, и я там какое-то время потыкался, потыкался, в общем, когда ты сканируешь QR-код, тебя переводят на сайт платежной системы, я уже не помню какой, где тебе нужно оплатить, и ты можешь это сделать прямо с телефона, если у тебя привязана карта к телефону, что удобно, но именно в том пролете вот этого здания, где я находился, не работал, вообще, ну, то есть, интернет 3G вообще не ловил, никакого Wi-Fi там не было, а интернет 3G там была там полчерточки просто, я это заметил не сразу, и, в общем, пока я ждал перехода с этого QR-кода обратно, я там простоял какое-то количество времени, потом, когда я понял, что QR-код, что здесь плохо ловит сеть, именно там, где нужно оплачивать с телефона, да, я начал искать эту сеть, ходить по всему этому отделению, пытаться найти, где же все-таки интернет ловит, и я вышел прямо к самому входу, и только там начал ловить, к тому моменту, когда я дошел до входа, уже информация с этого QR-кода устарела, и мне пришлось вернуться обратно, еще раз просканировать этот QR-код, опять вернуться, уже быстреньким шагом в другое крыло этого отдела по гражданству и миграции, там, наконец-то, у меня получилось это все оплатить, потом я вернулся обратно, я сейчас вот рассказываю, это я не понимаю, почему я не взял просто с собой эти папки, и не ходил вместе с ними, наверное, это логично, да, но вот это я рассказываю сейчас, значит, у меня не было возможности, тогда голова не очень сильно работала, видимо, в общем, я ходил туда-обратно, когда где-то на третий раз, значит, ID-карту оплатил, надо оплатить точно так же биометрию, вернулся опять, опять просканировал этот QR-код, возвращаюсь, просканировал не тот, пишет мне какую-то не ту цену, вернулся, потом опять, потом опять устарел, в общем, я так бегал раз восемь, наверное, конечно, я уже начал угорать с этой высокотехнологичности, которую я уже предвкушаю, благодаря этой карте, но вроде бы, как бы, да, нужно, все понятно, все легко, можно просканировать QR-код, платить тут же с телефона, но ни хрена не работает, потому что интернет не ловится, ну ладно, в общем, я уже, у меня сошло семь потов, это еще был сентябрь, уже было достаточно холодно, я понимаю, что мне сейчас нужно фотографироваться будет, я уже весь взмокший, что-то голос эти прилипают, прилипли у меня к голове, думаю, так, хорошее начало, в общем, захожу я к этим девушкам в кабинет, показываю им чеки, что я оплатил, оплатил все то, что надо, хоть хорошо, хоть с этим повезло, да, и девушки начинают мне, там, там, я уж не помню, там, заполнял я какие-то, наверное, какие-то, анкеты не заполнял, наверное, что-то заполнял, кратко, уже этого не помню, это не столь важно, конечно, там уже вся информация меня касалась, волновала только относительно того, что, как я сейчас буду фотографироваться, и как будет происходить этот процесс, то есть, фотографируют тебя, сейчас тебе уже, понятное дело, не нужно идти в фотоцентр, чтобы сфотографироваться на паспорт, теперь сейчас тебя фотографируют прямо в отделе по гражданству и миграции, там такая белая стена, и сразу же ты смотришь в кадр, и тебе делают фотографию, конечно же, конечно же, они тебе говорят, что у тебя есть только одна попытка, вот, они абсолютно не заинтересованы, при том, что там сейчас нет никаких очередей, эти специалисты сидят, и, прошу прощения, специалисты сидят и ковыряются в носу, в общем, я не буду там уже осуждать, это их, это ответственность их работодателя, пускай работодатель там думает о том, загружать их работы или нет, в общем, это абсолютно не важно, там, вот на девчонке постоянно, значит, всплывали, значит, звуковые уведомления и стирка, тиндера, что тоже смешно, откуда я это знаю, не знаю, потому что я из тиндера, а вторая вот со мной тогда разбиралась, и она тоже там, я говорю, а можно я там перефотографируюсь, мне просто, ну, просто адская получилась фотография, у меня первая самая, они говорят, типа, нет, не надо, я говорю, ну, пожалуйста, слушайте, давайте я перефотографируюсь, ну, потому что какая-то жесть, вот, и, ну, там, скрипят душой, она мне разрешила, вот, сфоткаться, но сразу, это я хочу сказать тем, кто будет идти уже после меня туда фоткаться, вне зависимости от того, есть там очередь, нет очереди, просите, или проси просто, чтобы тебя сфоткали, пока тебе не понравится, я не знаю, потому что, когда я приходил забирать уже эту, свои документы, и карту, и паспорт, у меня там, значит, фотографировали каких-то детей, на, видимо, на детский паспорт, чтобы пересекать границу, насколько я понимаю, хотя, не обязательно, ребенок же может иметь паспорт, вообще, с любого возраста, в общем, их там фотографировали, пока я забирал эти документы, раз 15, в общем, они не хотели, не понимали, куда надо смотреть, все время получались какие-то, то глаза не в ту сторону, то рот открыт у этих детей, так что, надо быть, наверное, чуть-чуть наглее, да, и просить, чтобы, чтобы тебя перефоткали, ну вот, сами они, конечно же, тебе этого не предложат, вот, ну и все, когда ты тебя сфотографируешь, они тебе говорят, по большому счету, все пока, вот, у меня еще была такая интересная деталь, я, так как подавался в сентябре, у меня в октябре день рождения, и в прошлый раз, когда я перевыпускал свой паспорт, в связи со сменой фамилии, я себе взял фамилию бабушки своей, я уже про это рассказывал, в предыдущем видео, так совпало, что у меня момент выдачи паспорта, где-то плюс-минус, там, по дням, по рабочим я посчитал, попадал на день моего рождения, и это было бы очень весело, ну, очень красиво, если у тебя паспорт, ты родился, там, 11 октября 87 года, а выдан паспорт, там, я сказал, 11 сентября, 11 октября, 87 года, а выдан был бы 11 октября 2017, и, собственно, ровно через 30 лет, и как раз-таки мне так повезло, и мне выдали так паспорт, и, конечно, мне это понравилось, когда я сейчас открывал себе ID-карту, я попросил, я говорю, а можно вот вы мне сделаете паспорт, ну, тоже, я вот сейчас перехожу, вот у меня как раз-таки, я посчитал количество дней необходимых, для того, чтобы, когда, когда выпустятся, выпустятся эти документы, и попадает, ну, на мой день рождения, можно ли сделать так, чтобы дата выдачи была красивая, то есть день рождения 11 октября 87 года, а дата выдачи 11 октября 2021, вот, на что они сказали, нет, это невозможно, нет, нет, в общем, и, и, и потом, по итогу, как я уже говорил, выдали мне паспорт 28 сентября, вот, хотя я за ним пришел, где-то число 10, то есть так долго себе отказывал в удовольствии его забрать, потому что пришел, как было назначено, он там лежал почти 2 недели у них в отделении, что еще хотел сказать, так что с девушками с этими, конечно, надо держать ухо в остро, и проситься перефоткивать, и задавать все вопросы, когда я забирал паспорт, я уже рассказал о том, что были, были эти дети, я, я позадавал все необходимые для меня вопросы, относительно того, нужно ли носить с собой биометрический паспорт, я уже сказал об этом, что мне ответили, что носить его не нужно, спрашивал о том, каким образом сейчас при заполнении всяких документов, там указывают, там, где, как был выдан паспорт, нужно ли писать вот эти все, РУВД, вот это вот все даты, они мне сказали, нет, не надо, вот пишите все, как у вас в документе, там, например, код отделения, там, такой-то, и они по этому коду отделения сами смотрят, что, ну, заинтересованная сторона смотрит сама, что это за отделение. Я, конечно же, конечно же, не поверил в то, что это будет все так легко и просто, но, скажу честно, за последние пару месяцев у меня не было никаких трудностей с этим паспортом, как-то все, это производило впечатление на людей очень интересное, кто-то на меня смотрел, там, ой, да, это паспорт, ой, я первый раз его вижу, ой, а я никогда такого не видел, ой, это серьезно, это паспорт, а вот, а что, как, где, куда вводить, в общем, кучу разных вопросов слышал, это было интересно, это всегда был повод для какого-то неформального общения, и всегда создавал какое-то позитивное впечатление, поэтому я был рад тому, что у меня есть такая тема для разговора с новыми людьми, и она немножко так убирает градус какой-то нервозности, да, когда ты с кем-то общаешься, но, когда, ну, вот буквально на этой неделе сразу дважды я столкнулся с трудностями, которые оказались неразрешимыми с айти-паспортом, а в частности, первое, я вот в прошлом видео рассказывал о том, как я себе покупал вещи, значит, на последние деньги, в том, так как выхожу на новую работу и хотел себя определенным образом показать и представить себя в новой компании. У меня была необходимость купить себе, ну, в общем, я себе нашел на сайте, на одном с системой кэшбэка очень выгодную покупку, то есть я мог, заплатив за покупку, получить кэшбэк, там, порядка 30 рублей, вот, ну, что достаточно немало, да, это там, там, около, там, что ли, долларов, или что-то такое, ну, в смысле, не то, чтобы сказать, что это много или мало, но это приятно, почему нет, то есть, я потом себе за этот кэшбэк купил себе чехол для наушников. Плохо разве? Ну, не чехол, а вот эту вот съемную, такой защитный, защитный кейс, защитный кейс. Что, плохо, что ли? Нет. В общем, но для того, чтобы осуществить эту покупку, необходимо было зарегистрироваться, открыть себе обычную скидочную карту в сети онлайн. Что из себя представляет это скидочная карта? Ты просто открываешь онлайн карту, на нее переводишь деньги, и с этой карты потом тебе, когда ты оплачиваешь именно с этой онлайн-карты, тебе на нее потом возвращается часть кэшбэка. Вроде бы кажется, абсолютно простая, понятная, легкая схема, но по факту оказалось, что когда я начал вводить туда свои паспортные данные, сейчас скажу, это вот как раз-таки, зачем мне был нужен ноутбук, это я воспользовался с системой. В общем, для того, чтобы выпустить эту онлайн-карту, мне нужно было зарегистрироваться. Так, секундочку, садится ноутбук, сейчас схожу за проводочком, прошу прощения. Не будем сейчас, я не буду молчать, для того, чтобы было нескучно слушать. Нельзя, чтобы у меня садился ноутбук, у меня там конвертируется видео, оно мне очень надо, это видео. Я достаточно много времени занимался его монтажом, если сейчас оно начнет все сначала конвертироваться, я сойду с ума. В общем, межбанковская система, сейчас, МСИ. Для того, чтобы открыть карту, нужно было... Ну-ка. Все-таки ноутбук выключился. Это, ну, это краткий пересказ моей жизни. Я успел дойти до ноутбука с зарядкой, включил зарядку, он еще работал, но именно когда я включил зарядку, он выключился. Это вот, да, краткий пересказ моей жизни. В общем, для того, чтобы открыть эту карту, нужно было осуществить вход в межбанковскую информационную систему. По-моему, она так называется, МСИ. Это какая-то новая какая-то тема, я раньше вообще никогда об этом не слышал. Ну, надо и надо. Значит, ввожу эти паспортные данные, пришел, ввожу свой номер телефона, пришел код, ввожу этот код, а нихрена пишет ошибку. Раз пишет ошибку, два пишет ошибку. Думаю, может, браузер неправильно, может, паспортные данные ввел неправильно, а там нужно указать было личный номер свой, не код серии, а личный номер, который, кстати говоря, не меняется, он как бы у меня в паспорте, так и остался и сейчас в ID-карте. То есть, у меня никаких подозрений относительно ID-карты не было, что здесь что-то не так, но личный номер, он как был, так и есть. В общем, я хотел себе, попробовал разные браузеры, зайти через разные браузеры, и что, конечно же, ничего не получилось. Ну, почему, конечно же, говорю, потому что я сейчас записываю это видео, уже из него понятно, что ничего не получилось. Далее, я обратился в банк, значит, я позвонил в ЕРИП, систему расчет, они меня отправили в банк, я позвонил в банк, они сказали, что нужно приходить в отделение, я пришел в это отделение, думаю, ну, это межбанковская система, мне она понадобится еще и в будущем, надо решить сейчас этот вопрос. Значит, зашел, пришел, отстоял эту очередь, значит, ввели мы в сети, там оказалось, что данные где-то там в банке не обновились, и, значит, в банке нужно обновить было данные, они сами автоматически не обновляются, в общем, и сейчас я смогу теперь, наконец-то, войти в это МСИ, межбанковская система идентификации, вот как это называется, включился у меня ноутбук, наконец-то, сейчас посмотрим, не остановилась ли конвертация видео, видео нет, не остановилась, да, да, хорошо, хоть какие-то хорошие новости, войти в межбанковскую систему идентификации, так и не получилось, после того, как я сходил в банк, и ввел, обновил там всю информацию, они мне сказали, что должно пройти время, на следующий день обязательно все у вас получится, в общем, на следующий день войти в межбанковскую систему идентификации, мне тоже не удалось, я опять вернулся в банк, ты скажешь, что это все ради 10 долларов, я скажу тебе не совсем, потому что я понимал, что это вопрос, который будет меня в будущем беспокоить неоднократно, и нужно его решить сейчас, в общем, в банк я пришел, и они сказали, что ввели все равно данные с ошибкой, но вчера, когда я заходил в этот банк, в общем, перевыпустил все заново, перерегистрировали все заново, но все равно это не помогло мне зарегистрироваться в этой системе межбанковской идентификации, в общем, когда я в очередной раз звонил уже в ERIP, я не знаю, почему они сразу мне этого не сказали, отправили в банк, видимо, разные менеджеры, в этот раз менеджер мне сказал, что просто те, у кого, те пользователи, у которых есть ID-карта, на сегодняшний день не могут зарегистрировать, ну, то есть оформлять себе онлайн-карты, даже если это не какая-то платежная карта, ну, окажет, по большому счету, карта кэшбэка, да, ну, платежная все равно получается, в общем, ну, то есть, внимание, межбанковская система идентификации, которая требует твои данные, да, ты не можешь в нее войти, потому что у тебя ID-карта. Ты скажешь, что это? Это, что происходит вообще? Я тебе скажу, да, это, ну, вот, в межбанковской системе идентификации, да, ты не можешь зайти со своей, со своим паспортом, потому что у тебя не паспорт, а ID-карта, как эти вопросы, почему, почему это стало преградой, и почему, это же то, что касается нашего рынка страны, да, банковской системы, почему никто этим не занимается на сегодняшний день, непонятно, поэтому имей в виду, что карты открывать онлайн с ID-картой ты не сможешь, вот, это не какая-то блажь, это на самом деле так и есть, и я был очень сильно разочарован, ну, конечно же, я разочарован, меня лишили возможности удобного оформления онлайн-карты, то есть, мне нужно ехать в какие-то отделения, я это мог сделать, и сейчас я не могу этого сделать, потому что у меня ID-карта, которая была сделана специально для того, чтобы упростить работу с паспортами, чтобы получать электронную информацию, что, да, так что имей в виду, и буквально, это даже смешно, на следующий день, буквально на следующий день произошла еще одна история, связанная с ID-картой, значит, я сейчас отдал свой биометрический паспорт на визу в испанское посольство, и в пятницу у меня будет звонок оттуда, из визового центра, у меня будет звонок из визового центра, и девушка мне говорит о том, что у меня посольство запросило информацию о том, что у меня взамен старого паспорта выпущена ID-карта, я вот думаю, а зачем вам эта информация, у меня есть документы, зачем мне говорить о том, что у меня, ну, насколько я понял, впоследствии оказалось, что это необходимо было для того, чтобы сказать, что у тебя не осталось на руках твоего старого паспорта, что ты его сдал, потому как, например, граждане России могут иметь там, например, несколько разных паспортов, и для посольства важно, чтобы они знали, что у тебя нет твоего старого паспорта, на руках, которого у меня нет, меня попросили, вот, очень важный момент, меня попросили, когда я забирал ID-карту, оставить свой старый паспорт паспортному столу, да, отделу по гражданству миграции, а на самом деле, я мог его не оставлять им, и мне бы сейчас это помогло в этой ситуации, если бы я знал, что паспорт у меня свой старый есть, это, кстати, ваше право, не обязаны вы отдавать этот паспорт, можете себе его оставить, и это может вам помочь в дальнейшем. Мне это, вот, не помогло, короче говоря, мне сказали о том, что мне нужно приехать в паспортный стол в отдел по гражданству миграции и получить справку о том, что у меня вместо старого паспорта выпущена ID-карта и биометрический паспорт. Так как я сейчас на сегодняшний день не хочу, ну, то есть, как бы это правильно сказать, на сегодняшний день я рассматриваю для себя возможность переезда в другую страну по работе, и мне очень важно, чтобы я эту визу получил как можно скорее, для того, чтобы не держать себя в рамках того, что мне нужно сидеть и ждать, когда же мне, сколько мне будет делать этот паспорт, эту визу испанскую, да, и шенгенскую, и, значит, уже прошло и так две недели, а все, сегодня у нас какое число, я паспорт отдавал 5-го числа, сегодня уже 22-е, ну, то есть, условно рабочих дней прошло, получается, 10, да, или меньше, там от 14 дней рассматривается рабочих, да, рассмотрение выдачи визы, и я понимаю, что этот процесс длительный, и сейчас, если меня попросили эту справку, то этот процесс затянется еще дольше, поэтому я, конечно же, полетел в этот отдел по гражданству и миграции, для того, чтобы поскорее получить эту справку, и предоставить ее в визовый центр, для того, чтобы мне поскорее отдали мой паспорт с визы, чтобы я мог куда-то выехать из страны по необходимости, если мне это будет нужно, и я прилетел, и, конечно же, отношение очень-очень такое, ой, а зачем, а вы у нас первый человек, который попросил такую справку, я говорю, ну, конечно же, я первый человек, который попросил эту справку, потому что паспорта появились три месяца назад, ну, конечно же, их открыло еще мало людей, и, конечно же, ну, то есть, уже было такое отношение со стороны администрации очень такое, о, пришел, давай нам вот эту работу, а мы раньше такого не делали, ну, как будто бы я вот очень был заинтересован ехать и открывать эту карту, за этой справкой, больше у меня как будто нету дел, это нужно через весь город в одну точку приехать, потом обратно вернуться, в общем, сделали мне эту справку, правдами-неправдами, значит, вышел я из отделения, прочитаю, решил перечитать еще раз все, и там было написано, что, что я получил, что Ульянов Сергей Игоревич, такой, таких-то там данных, получил, значит, ID-карту, значит, вышел я уже, там, поехал даже по дороге обратно домой, и тут понимаю, что здесь ничего не написано про биометрический паспорт, ведь визовому центру нужен мой биометрический паспорт, а не ID-карта, значит, я берусь за голову и срочно возвращаюсь обратно в этот отдел по гражданству и миграции, говорю, слушайте, допишите мне, пожалуйста, что еще и ID, и не только я получил вместо старого паспорта, что я получил на руки не только ID-карту, но и биометрический паспорт, на что опять была, конечно же, реакция, можно себе представить, какая, да, ой, а у нас таких шаблонов нет, а вы думаете, что мы это можем, мы это не можем, это нужно регистрировать, в общем, через какое-то время, там, вот эти вбодания с этой девушкой, я, которая абсолютно не шла, конечно, не хотела понимать меня, она говорит, вот они вас, что они возгоняют, что там разве не видно, что это вы, почему вот, ну, короче, да, все друг на друга что-то пеняют, а делать никто ничего не хочет, поэтому, это был, конечно, безумный стресс, переделали мне это заявление, я отправил его в визовый центр, уже вернулся домой, только я приехал домой, открываю свою почту, а мне приходит ответ из визового центра, что справка моя не подходит, потому что обязательно нужно указать о том, что мне не просто были выданы ID-карты и биометрический паспорт, а что биометрический паспорт и ID-карты были выданы мне взамен старого паспорта, то есть то, что старого паспорта у меня на руках нет, а то, что я подавал в визовый центр вырванные визы старого паспорта, наверное, не говорят о том, что у меня старого паспорта нет на руках, ну, ладно, Сейчас вот буду ругаться, еще мне скажут, ну и не ругайся, а то еще визу не дадут. Ну а что мне бояться? Я что, разве говорил что-то неадекватное? Я разве что-то тут сказал, что что-то ненормальное? Ну, я сдал документы в визовый центр с вырванными визами из старых действующих, ну не действующими, а тем, которым еще не прошло два года. Вложил их вместе со своими документами. Какой паспорт им, какое доказательство того, что у меня нет старого паспорта на руках им нужно? Но когда мне ответил визовый центр на мои вопросы, оказалось, что посольство Испании часто работает с россиянами, у которых может быть сразу несколько паспортов, и поэтому разные гражданства, да, и поэтому именно в справке необходимо отразить, что вместо старого паспорта были выданы ID-карты и биометрический паспорт. Ну, конечно сказать, что я был взбешен, и то, что я понимал, что сейчас мне нужно обратно возвращаться, ничего не сказать. В этот день, чтобы ты понимал или чтобы ты понимала, я вот из этого отдела по гражданству и миграции вернулся. Вот меня разбудили с утра. Я не завтракал, потому что мне нужно было срочно поехать решить этот вопрос. Я приехал домой в три часа с чем-то и сел завтракать в три часа. Тут же я вижу это письмо, я тут же понимаю, что мне нужно срочно возвращаться обратно, чтобы успеть сделать это заявление. Потому что визовый центр не работает в субботу и воскресенье, а документы мне нужно получить как можно быстрее обратно, свой паспорт с визой. Я поехал как стримглав обратно в этот отдел по гражданству и миграции, уже в третий раз возвращаюсь. Ну и что ты думаешь? Конечно же, я приехал ровно за две минуты до закрытия. Ну, да, пробки, все светофоры мои. Ну, короче, все как, все по классике жанра. Выехал, я выезжал как минимум за 25 минут, должен был успеть приехать до закрытия. По итогу, приехал за две минуты, мне сказали, сори, мы уже не работаем. Ну, я поехал. Ну, то есть, час я ехал туда, час я ехал обратно, вообще два часа из жизни. Да, вроде бы хочется сказать, что там ты можешь почитать книгу, что ты не выбросил из этих два часа из жизни. Или там еще что-то послушать, какое-то там видео посмотреть, я не знаю, в общем, потратить это время в дороге с пользой. Но когда ты спал три часа и когда ты только позавтракал в три часа дня, я ехал просто в состоянии, у меня был белый шум в голове. Я, у меня не хотелось ничего не читать, не смотреть, мне просто хотелось чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть просто поспать и голова вообще ни о чем не думала. И, конечно, я был очень сильно расстроен, что не пошли мне навстречу и не переделали мне эту справку. И сегодня, вот уже суббота сегодня, благо сегодня работает паспортный стол, работает сегодня отдел по гражданской миграции. Я поехал туда опять, уже в четвертый раз, из-за вот этого инновационного, высокотехнологичного ID-паспорта, я уже в четвертый раз поехал в этот паспортный стол для того, чтобы переделать эту свою справку. Справедливости ради стоит сказать о том, что во втором уже письме от визового центра мне пришел пример этой справки, спрашивается, почему мне нельзя было прислать его сразу, этот пример этой справки. С другой стороны, можно спросить, почему я сам не спросил, но вот сам не спросил, надо было попросить эту справку самостоятельно, образец, и сразу делать по ней, и не возвращаться туда четыре раза. Ну, вот теперь я буду сам теперь всегда спрашивать эти примеры, образцы, и вот ты теперь можешь знать о том, что если тебя просят о предоставлении какого-то документа по поводу ID-карты или паспорта, еще чего-либо прочего, из паспортного, там, из отдела по гражданской миграции или из других структур, всегда можно попросить образец. И это нормально, это можно, это не страшно, это не стыдно, потому что всегда мы, когда идем в это посольство, я думаю, что многие меня прекрасно понимают, что ты всегда трясешься, что скажешь какое-нибудь ни одно неверное слово, и тебя все, тебя отправят, тебе паспорт не отдадут, тебе поставят эту визу. Там, тебе, конечно, хочется на максимальный срок, и все боятся, что это может не произойти из-за того, что ты там что-то кому-то отдал документ, или что-то не предоставил, что это сейчас вызовет какой-то там, в общем, отразится как-то на твоей репутации, кто-то тебе может поставить какой-то срок меньше, чем ты хочешь. И поэтому, конечно, я пытался в меньшей степени как-то вот коммуницировать с этим визовым центром, потому что очень переживал, чтобы как-то моя карма там вот это вот все не пострадала, чтобы все это было максимально предельно просто, оперативно, комфортно, и, короче, вызвать максимально позитивные впечатления, чтобы коммуникация моя была максимально, да, какой-то комфортной. с визовым центром, чтобы мне поставили по итогу, конечно, подольше срок этой визы. И поэтому как-то вот я вместо того, чтобы от них просить этот образец, как-то вот просто пришлось мне четыре раза ездить. Теперь вот хочу сказать тебе, в свою очередь, что не стесняйся, спрашиваю, потому что это все важно, надо, нужно получить. Вот сейчас сижу, кстати, и думаю, нахрена я начал этот ролик про Эди-карту с мастурбацией и дюбы. Ой, конечно, Серега, Серега. Ну ладно, в общем, выводов пока делать не хочу. Вот получил я эту справку, когда я приехал, девушка уже была на конях, я был на конях, девушка была на конях, она не хотела мне выписывать уже третий раз эту очередную справку. Я не хотел, я был готов уже идти писать жалобу на нее, по итогу как-то там, ну плюс я еще раз говорю, я поспал сегодня три часа и проснулся сразу, вместо завтрака опять второй день подряд поехал в отдел по гражданству миграции. И, конечно же, для меня это уже было просто каким-то из ряда вон выходящим, что чем-то, я был настолько какой-то сжатый комок нервов, когда ты не отдыхаешь, когда ты постоянно что-то вот, что-то какую-то вот эту выполняешь, какую-то многозадачность, оперативность. И если бы я приехал в хорошее настроение, я бы, наверное, не было бы никакой, может быть, я бы и не ездил бы туда четыре раза, я, возможно, если я был бы в каком-то ресурсном состоянии, я бы придумал бы сразу как-то, как это обсудить, поговорить. Ну, в общем, девушка это еле-еле мне выписала, несмотря на то, что у меня уже был образец в настоящий момент на руках, образец из другого РУВД, не РУВД, да, другого района, уже, ну, то есть документ официальный, который подходит и посольству, и который не нужно выдумывать этой девушке самой какие-то формулировки, несмотря на это все. Она уже была просто взвинчена, не хотела мне ничего помогать, и, ну, и она вообще, в принципе, не очень оперативно там шла ко мне на этот контакт, постоянно говорила, вы первые, кто это спрашивает, вы первые, да я привык уже быть по жизни первым, и сейчас я это говорю даже без какого-то пафоса, потому что все время я, когда ты открываешь первый, я вот об этом говорил в начале ролика, потому что, когда ты первый хочешь получить эти паспорт, ну, будь готов к тому, что ты столкнешься с такими вопросами, и я был готов к ним, но оказалось, что не настолько я был готов, что при всех вообще важных, самых важных моментах в жизни, там, какая-то открытие банковской карты, ты не сможешь открыть банковскую карту онлайн, что ты не сможешь получить визу вовремя из-за того, что ты, это хорошо, что у меня нет каких-то крайних сроков, потому что, ну, они есть, ну, они там, билетов, по крайней мере, сейчас нет у меня никаких на руках, потому что, ну, я сейчас понимаю, что еще какое-то определенное количество времени из-за этой справки у меня задержалось, то есть, процесс выдачи визы задержался, и, соответственно, хочется сказать о том, что я не буду сейчас говорить о том, что нет, не открывайте айди-карты, или да, да, открывайте айди-карты, конечно же, нужно будет посмотреть на эту ситуацию, там, через год или через два сделать какие-то выводы, я бы мог там записать на эту тему, ну, то есть, по ходу жизни могу записывать эти видосы и освещать, потому что когда-то у меня было желание просто написать рассказ о том, как я получал эту айди-карту, сейчас по итогу ты услышишь этот рассказ вот в этом видосе, но я всегда люблю приходить к какому-то выводу, да, мне не хочется, чтобы после этого видео остался однозначный вывод о том, что айди-карта не нужна, пока на сегодняшний день я понимаю, что, ну, она правда лучше, наверное, все-таки дождаться, но для меня, как для человека, который хочет переехать в другую страну, наверняка лучше иметь на руках какие-то самые свежие документы, которые будут актуальны в стране завтра, нежели чтобы потом внезапно нужно было бы приезжать их и перевыпускать, причем, что я знаю прекрасно, что в один какой-то день всех обяжут это уже сделать, да, это будет не как сейчас, когда ты заходишь в отделение пустое, да, а когда все будут толпами стоять с этими айди-паспортами и будут их открывать, и ты понимаешь, что лучше это сделать сейчас, когда этих очередей нет, и ты можешь, ну, опять-таки, лучше, не лучше, уже тут сложно сказать, да, каждый по-своему, в общем, рискует, один рискует, открывая карту, как я, и терпит вот эти вот все унижения, я стараюсь их не терпеть, стараюсь как-то решать, но, в общем, то, что это съедает время, какие-то ресурсы, ну, это 100%, и это добавляет, конечно, опыта, и сейчас я записываю это видео, что, конечно, тоже классно, да, и для тебя, и для меня, и для всех, но то, что это, конечно, не без проблем, и то, что непонятно еще, как это потом в дальнейшем в моей жизни отразится, я буду рассказывать об этом. Ставлю многоточие, не делаю никакого вывода, выводы каждый сделает сам, исходя из своей жизни. Я на сегодняшний день уже принял свое решение, я эту карту открыл, мне с этим делом жить, и так или иначе, я понимаю, сейчас я вот записываю это видео, несмотря на то, что я столкнулся со всеми этими проблемами, я понимаю, что если я действительно хочу уехать в другую страну и там жить, работать, конечно же, лучше для меня туда, это абсолютно очевидно, что нужно переезжать туда с самыми свежими версиями своих документов, да, которые дольше проработают, и чтобы тебе не пришлось возвращаться в Беларусь через месяц, когда там всех обяжут это сделать, и когда тебе это будет некомфортно, не вовремя и так далее. Но если у тебя нет такой ситуации, то, наверное, ты можешь по-другому распорядиться своим личным временем. Что еще сказать? Наверное, я буду заканчивать этот видос. Хочется, наверное, в конце просто пожелать, предложить относиться к себе с уважением, да, с позитивом относиться, да, не тратить нервы и на какую-то ругань с этими операционистами, с этими специалистами в отделах гражданской иммиграции, какую-то получать информацию важную, вот как, например, в этом ролике, да, заранее подготавливаться к перемене документов, изучать все за и против. На тот момент, когда я это делал, не было таких никаких видосов, да, поэтому готовиться, находить решение, хорошее настроение тебе желаю, и пускай все твои супер-успешные успехи состоятся, и ни ID-карта, ни что-либо другое не станет этому препятствием. Если тебе было интересно это видео, ставь лайк, делись. мы, я по-прежнему через свои видосы буду делиться какими-то важными и нестандартными выводами, какими-то ситуациями особенными, которые, как ты видишь, у меня до хрена получается в жизни. Не могу сказать, что это, иногда хочется, чтобы это все было как-то несколько поспокойнее, да. Вот сейчас записываю это видео, и, блин, никогда не думал, что буду про ID-карту записывать видео, всегда думал о том, что это будет музыка, и, ну, who knows, как говорится, никогда не знаешь, как обернется твоя жизнь, да. Музыканты тоже открывают, блядь, документы, паспорта, и ездят, это очень важно, да, для гастролей, для всего. Почему я об этом вообще ничего не сказал? Документы нужны музыкантам, и, конечно, музыканты молодые, которые не, у которых нет своего менеджера, занимаются всем этим сами, и это классно, и полезно для всех. Но надо понимать, что, в общем, да, есть как свои плюсы, так и свои недостатки. Это был, этот час был очень интересным для меня опытом. Как всегда, я боялся сказать что-то, о чем пожалею потом, да, потому что, когда ты там что-то как-то говоришь, да, о каких-то неточностях и каких-то неустроенных вопросах в государственной системе, всегда переживаешь, беспокоишься. И мне кажется, что, да, это нормально все-таки говорить о том, что тебя не устраивает, говорить о том, как бы ты хотел, и, ну, главное делать это аргументированно, и не, не там, не кидаться ножами, а в спокойной какой-то форме рассказывать о своем опыте, и тогда, и тогда это будет приносить какую-то пользу, в мире согласия мы сможем решать все, и... Ну, я думаю, ты понимаешь, к чему я это все ввел. Это было классное время вместе. Еще, наверное, скажу, хотел об этом уже как-то сказать в начале, но как-то вылетело из головы. Я записал не так давно три видео новых выпуска блога, я их еще не выложил. И когда я вот находился вот в этом состоянии по три часа спавши за сутки, ты начинаешь, снова у тебя включается какое-то вот это мышление, как это называется, критическое мышление. Я не знаю, у многих творческих людей я такое встречал, и у меня, для меня это абсолютно очевидная история. Когда ты не в ресурсном состоянии, ты начинаешь себя очень сильно критиковать. И когда я снял эти три видоса, начал там пересматривать что-то для того, чтобы выносить какие-то, да, в описании тайм-коды, мне показалось, что они не понравились, да. Но потом, когда я выспался и проснулся на следующий день, и ехал уже в метро, да, и слушал эти выпуски, я понял, блин, они классные. Почему я вчера, я был чуть ли не готов их, ну, не выкладывать, потому что они на такие важные, интимные и личные темы, что я подумал, может, я слишком многое сказал, может быть, не поймут, может быть, я сейчас себе на голову каких-то там лишних проблем накидаю. Нет, это все очень важно, очень полезно, все очень нужно, и все очень круто. И хочу тебе сказать о том, что пересмотрев эти ролики, я с невероятным воодушевлением, вот тут теребил резинку на руке для волос, порвалась она у меня от нервов, с таким невероятным воодушевлением сел и записал сегодняшний видос, выпуск, и... Это правда круто, находиться в ресурсном состоянии очень важно, очень важно себя ценить, давать себе возможность отдыхать, и это позволяет создавать что-то новое, лучшее, классное, крутое, замечательное, интересное. Ой, все, не буду наворачивать слезы, опять не буду. Так, сейчас у нас... Который час? 15.54. Так, у меня через час психотерапевт, надо еще успеть это все, кучу дел позавершать, это видео выложить. Тебе желаю хорошего дня, все, успевай, будь молодцом, молодчинкой, да? Обнял, на связи. Субтитры сделал DimaTorzok